Оптимизма быть не может в принципе, к сожалению. Вы знаете, с приходом министра Степанова ситуация несколько извинилась. По крайней мере, попытались что-то делать. Но однозначно, что эти шесть месяцев, которые украинцы предоставили украинской власти, граждане Украины, то есть своим господам или там слугам, там сейчас надо разобраться, кто кому служит, но украинцы дали возможность власти подготовиться. Два месяца просидели в карантине. Март, апрель и май. Просидели в карантине. Мы выделили 65 миллиардов гривен. На то время это было 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Ну, мы имеем в виду Верховную Раду Украины. Фактически все возможности для того, чтобы подготовить тестовые центры, лаборатории, чтобы действительно были не при больницах, а так как это сегодня в Венгрии, в Румынии, есть центры, где ты можешь дать тест бесплатно, это все платит государство, по собственному желанию, без всякой симптоматики. И у меня здесь, в связи с этим, есть вопрос к Максиму Владимировичу. Пане Максиму, я вижу, что вы находите в рабочем кабинете, я вернусь к вам украинской мовой. Скажите, пожалуйста, почему, несмотря на то, что я буду справедливым, с вашим приходом на посаду, количество тестов увеличилось, она сегодня катастрофично мала. Почему за 6 месяцев не были созданы новые лаборатории? Почему сегодня вы должны были, наконец-то, принять решение, и это поддерживается, что наши граждане смогут сдавать тести в приватных лабораториях, и за это будет платить государство. Почему сегодня, я, минулий вівторок, получив позитивный тест, попросил в государственной лекарне, протестировать своих родных, дружину и детей, сказали, только если появится симптоматика. Хотя в Угорщине, в Румунии, негайное тестирование. И я, безусловно, их протестировал, но в приватной клинике. То есть, первое, основа для получения бесплатного теста в приватной клинике для наших граждан. И второе, не измените вы протокол, чтобы в разе выявления хворого тестировалась сразу вся его родина?